Всемирный седьмой конгресс финно-угорских народов завершился. Он состоялся в Финляндии. Тема форума «Финно-угорские народы к устойчивому развитию» собрала представителей 22 национальностей. На пресс-конференции Евгений Волков выслушал тех, кто мог рассказать о конгрессе. Общая встреча представителей финно-угорских народов проходила в Финляндии с 15 по 17 июня. 174 делегата и 370 наблюдателей обсуждали насущные проблемы этносов и делились с достижениями. В одном из выступлений был дан подробный отчет о работе Ассоциации финно-угорских народов России. Только за последний год эта организация провела крупные мероприятия более чем в 10 регионах страны. У нас есть Петр Николаевич Тултаев, который возглавляет Ассоциацию финно-угорских народов Российской Федерации. Он имеет очень хорошую контактность в среду и с субъектами Российской Федерации, и с администрацией президента. И является членом президентского совета по межнациональным вопросам. Это большой инструмент, который позволяет нам выстраивать те динамики положительные, которые сегодня и в общественном секторе Российской Федерации, и в финно-угорском плане у нас идут и устраиваются очень хорошо. Своё приветствие участникам Конгресса отправил президент России Владимир Путин. Он отметил большую роль, которую внесли финно-угорские народы в развитие мировой цивилизации. По его мнению, такие конгрессы дают хорошую возможность для обсуждения актуальных социальных, экономических, гуманитарных и демографических проблем. Сейчас в России каждый год поддерживается около тысячи этнокультурных проектов в регионах, где проживают финно-угорские народы. А на тематическом заседании, посвященном использованию языков и культур, опыт Мордовии был признан передовым. Евгений Волков, Александр Зюзяев. Наши новости.